Ментальный арифметик это очень хорошая программа для развития мозга и надпрофессиональных навыков детей, такие как память, творческое мышление, концентрация. Мне очень нравится туда ходить, потому что там интересно, дают много знаний, в школе я отличница. В самом молодом возрасте такие ценности заходят лучше всего. И этим надо пользоваться, каждому родителю, окунать их в такие приятные, хорошие атмосферы, чтобы это у них закладывалось на подсознание и в дальнейшем это все взращивалось как семя, вырасталось в красивый сад и деревья. Я быстро читала и мне в этом помогает Абакус. И такие вот олимпиады, такие чемпионаты, которые устраивает Абакус, это для них очень полезно. Такой неоценимый опыт и знание, это не только развитие логическое происходит, но и как профессиональная ориентация. Развитие речи, развитие умственных способностей, по моему личному мнению, способствует ее и спортивным достижениям. Ментальная арифметика – это инновационная образовательная программа гармоничного развития правого и левого полушария мозга. Что очень важно в жизни, но также у детей очень сильно повышается вера в себя, вера в свои способности, потому что, знаете, когда ребенок умеет считать быстрее своих родителей, то он думает, что, наверное, я могу все на свете. С помощью ментальной арифметики считаем быстрее калькулятора. Очень быстро запоминает. Если раньше уходило очень много, то он сейчас прочитал один раз и все запомнил. Я всегда слушаю учителя, считаю хорошо. Все дети, которые плохо учатся, я бы пожелала сходить на ментальную арифметику. Там легко и круто. Каждый ребенок получает приз – 3000 рублей на путешествие. Компания Enjoy – это компания, которая предоставляет путешествия. Победители флеш-чемпионатов сегодня и завтра получат уникальные призы. А именно, это поездка в Диснейленд, в Парижский Диснейленд на три дня и на две ночи, а также в Порт-Авентуру, который находится в Испании. Чтобы мы максимально с помощью ментальной арифметики смогли открыть потенциал наших детей. Это наша миссия. Миссия менять детей, миссия научить их думать и мыслить совершенно по-иному. И огромное спасибо, конечно, верим нашим родителям, которые поверили. Поверили, конечно, нам, что у них дети такие талантливые. Абакус-центр – это лучший выбор. Приходите. Мы и далее планируем развивать это направление и действительно надеемся, что наша работа незаметная будет давать все больше эффекта, зрелищность и качество этих мероприятий. Здесь очень весело и круто. Всякие проекты, которые ребенок создает, будь то в творческой категории или в спортивной, они позволяют ребенку развиваться, постоянно придумывать что-то новое. Наш ребенок начал увлекаться с детства лего. Мы заметили в нем большой интерес. Из-за этого решили его отдать на робототехнику. Шаг в будущее – это то, что сейчас очень популярно. Все люди этим пытаются заниматься, потому что сейчас все в числа переводится. Банковские карты, все через интернет делается. И поэтому робототехника – это направление будущего. Этот чемпионат проходил первый раз в международном масштабе. Входило два основных направления. Это инжиниринг и робототехника. Робототехника мне дает познание в этой сфере. Надеюсь, в будущем я стану хорошим специалистом в этой сфере деятельности. Здесь вот собирается все. Ребята учатся и программировать, учатся и конструировать. Участвуя в таких олимпиадах, дети развивают в себе очень важные качества, которые им будут полезны в будущем. Это умение работать в команде, коммуникабельность. И дети с удовольствием начинают посещать занятия. Достойное мероприятие. Дети дошли до своего пика. Каждый родитель должен выбирать ребенку то занятие, которое ему было бы интересно, которое его развивало бы. Я занял первое место. И большое-большое спасибо Абаку-центру. Хочется сказать огромное спасибо руководителям, которые подготовили эти команды. Потому что победа ребенка – это еще и победа его руководителя. Так же все продолжалось, чтобы хорошая эта традиция так и оставалась. В общем, большое спасибо за организацию такого мероприятия. Чтобы больше детей участвовало, чтобы больше родителей знали об этом. И чтобы мы выходили на международный уровень, чтобы не только в России, но и за границей участвовали. Чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы жили в дружбе, мире и согласии. Делали интересные проекты, не расстраивались, когда проигрывают. Без прогрешев не бывает побед и стремиться к лучшему. И до встречи в 2019 году.